Я приветствую всех, кто сейчас вместе с нами. Здравствуйте, это программа «Время говорить». 20 минут у нас есть для обсуждания актуальнейшего вопроса. Сегодня это демонополизация экономики, возврат никогда приватизированных у государства активов. Вот этим сейчас активно занимается наше правительство. Создана там специальная комиссия, разбирает эти все активы, это, собственно, приватизированные детально, я так понимаю, по всем направлениям. Есть ощущение, что у нас будет, ну, можно сказать, даже массовый возврат этих активов в государственную собственность. Возможно. А вот как, на каких условиях и что нам ожидать, давайте сейчас будем обсуждать. Судей у нас экономист и проектор университета Алмаю Бакаджан Саркеев. Здравствуйте, добро пожаловать. По скайпу подключается Ануар Нуртазин, также экономист. Господин Нуртазин, вы меня слышите? Все хорошо? Добрый день, отлично слышно. Хорошо. Господин Саркеев, давайте сначала в целом, да, как вы относитесь вообще к этой, к работе такой комиссии? Насколько это полезно для нашей экономики будет? Вот демонополизация, возврат активов и, самое главное, не наломаем ли мы здесь дров? Вообще вопрос как бы неоднозначно. По идее, в экономике должно быть так, что раз мы провозглашили, что мы создаем рыночно-ориентированную экономику, то в экономике большая часть отраслей должны находиться в частной собственности. Потому что, как показывает практика других стран, зарубежных стран, в частности ведущих стран мира, там, где преобладает частный сектор, там обычно идут дела более эффективно. Но у нас, конечно, своя специфика. Наверное, здесь больше касается вопроса именно все-таки рыночно-ориентированных секторов экономики. То есть у нас так получилось, что в некоторых рыночно-ориентированных секторах экономики определенная группа лиц, допустим, да, они имеют более доминирующее положение, чем другие лица. Вот моя личная позиция такая, что, допустим, есть стратегистические секторы экономики, которые должны оставаться за государством, это, допустим, как железная дорога, это энергетические сектора. Есть, допустим, секторы экономики, где, наоборот, должен преобладать именно частный сектор. То есть мы должны частному сектору создавать равные условия для всех поставщиков. То есть не должно быть, допустим, олигополи. И мне кажется, что основная проблема в нашей экономике все-таки это засилие вот таких олигополи. То есть это определенный групп лиц, которые, допустим, занимают доминирующее положение на рынке, допустим, поставки ГСМ, допустим, да, вот, на рынке поставок даже вот овощей. Допустим, вот у нас проблема возникает. То, что цены постоянно растут, и правительство дает поручение Акиматам, говорит, нужно проверить. Но с проверками дело не кончается. Мне кажется, здесь нужно немножко кардинальный мер именно в части того, что создать условия для честной конкуренции, для того, чтобы на рынке было большое количество поставщиков. Да, господин Нуркинов, ваша позиция, пожалуйста. Мы вас не слышим. Господин Нуртазин, простите. Добрый день. Вы знаете, на самом деле мы приветствуем процедуру демонополизации рынка, так как в самой классической экономической теории в рамках капитализма у нас постоянно идет концентрация капитала. И концентрация капитала плоха тем, что в конечном итоге у нас не просто происходит увеличение цены, но также сокращаются продукты, продукты для населения, продукты и услуги, разумеется, во всех сферах экономической активности. И здесь та экономика, которая у нас есть на сегодняшний день, в части, в первую очередь, перевозок, это авиаперевозки, грузовые перевозки, катажей и аэростана. Конечно же, хотелось бы увидеть какое-то изменение в части рынка, в части передачи активов в частные руки. Хотелось бы увидеть также контроль со стороны государства. В части же Казахтелекома мы приветствуем передачу 28% акций в государство. Хотелось бы, конечно, чтобы данная передача была более прозрачно, происходила, чтобы мы в конечном итоге увидели, что эти акции в действительности вернулись в государственную собственность. В качестве того, что у нас эффективная экономика является частной экономикой, здесь, наверное, с коллегой не совсем соглашусь, так как полностью нельзя переходить в тех секторах экономики, опять-таки, нельзя переходить на частную структуру. Если мы исходим из передового опыта, который сложился в США, в Японии или в Китае, то в Китае это, безусловно, капитализм при государственном планировании. В Японии это, разумеется, капиталистическая аристократия при патернализме, так в Евросоюзе, это, разумеется, опять-таки, аристократия старых денег. Соответственно, у них уже устоявшиеся рынки, сложившиеся рынки капитала, и там мы можем видеть, что перенаправление финансовых средств идет не то, чтобы сказать эффективно, скорее даже результативно, несмотря на то, что в некоторых проектах у нас норма прибыли, нормы дохода ниже. Однако именно это позволяет создавать сильную отечественную экономику. Да, господин Артазин, можно уточнить, в отношении Казахстелеком, я прошу режиссера поставить, значит, это сообщение, которое вышло на сайте правительства. Он впервые, я не припомню, чтобы у нас вообще правительство сообщало о такой победе, но это победа, да. Вот в государственную собственность возвращается 20, возвращено уже, 28,8% акций Казахстелекома. Было постановление правительства, я напомню, и оно гласит принять предложение частной компании Skyline Investment Company, S.A., о передаче в республиканскую собственность более 2 миллионов простых акций, акционировочных Казахстелеком, составляющих 24,95% установок капитала общества. Почему у вас сомнения в том, что это не случится или как-то неправильно пойдет? Раскройте вашу мысль. Вы знаете, из той практики передачи частных акций, которая сложилась на территории постсоветского пространства, мы помним, это передача акции ОРТ в Российской Федерации и тому подобное, и в том числе ситуация с ЮКОСом, которая была буквально, наверное, уже почти 20 лет назад, мы видим, что во время передачи происходили различные нюансы с процедурой передачи. Из-за этого, конечно, мы доверяем полностью главе государства, но и возлагаем определенной надеждой, что в действительности данная уникальнейшая ситуация произойдет эффективно. Да. И законно, я бы сказал, и законно, потому что тут вопрос вообще очень серьезный. Если мы сейчас будем возвращать активы государства с помощью каких-то непонятных схем или не совсем прозрачных, представляете, что нас ждет потом? Я прав или нет? Да, это безусловно, потому что тогда становится вопрос об всей приватизации, которая произошла в 90-е годы. Это не только Казахтелеком, это Казахмыс, это Казхром, это Казцинк и так далее, и тому подобное. Да, ну официально, я просто добавлю, господин Нуртатин, просто официально заявляется, что у нас, получается, под прицел попадают, цитата, это официальное сообщение, возврат будет в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов. Кто, как, при каких обстоятельствах, с помощью каких механизмов будет решать, пока, кстати, заседание, собственно, такое полузакрытое, что называется, этой комиссии, их несколько было, комиссии по демонополизации. Кто будет это все решать? Вот мне хочется вот этот вопрос тоже понять. И кто должен это решать? И какие механизмы должны быть? По-моему, таких еще механизмов нет. Пожалуйста, господин Саркеев. Вот смотрите, мне кажется, на самом деле, здесь все зависит именно от механизмов. Правильно, сама идея о том, что возврат государственной собственности именно необоснованно приватизированных объектов, но теперь вот не нужно наломать дров теперь вот при этом возврате. И поэтому, мне кажется, вот в этот механизм нужно максимально вовлекать именно заинтересованные стороны, допустим, нужно вовлекать экспертов, допустим, да, общественные организации, мне кажется, вот без этого. Вот так, да? Да, и СМИ. Может быть список опубликовать, да, может быть широкое обсуждение? Да, широкое обсуждение, потом СМИ обязательно, мне кажется. То есть здесь еще раз, вот я сегодня как раз выступал на конференции, говорю о том, что проводить реформу, допустим, силами тех людей, которые уже давно сидят на этой должности, допустим, без новых людей невозможно. Поэтому вот, мне кажется, вот нужно все-таки вовлекать широкий круг именно лиц в этот процесс. Господин Нордатин, что вы думаете? По поводу механизмов, я-то я еще просто отмечу, что одно из заседаний было, и там премьер, значит, поручил, значит, в течение недели дать свое предложение по механизмам возврата гособственности необоснованно приватизированных объектов. Какие это могут быть механизмы? Ну, из того, что мы видели на сегодняшний день, разумеется, это механизм доброй воли сработал у нас, где собственник по своей доброй воле решил передать акции и имущество в пользу государства. Здесь, вы знаете, как технически это произошло, наверное, сейчас сложно сказать. Почему? Потому что мы не видим всей картины, которые были на обсуждении между данным собственниками и представителями государственной комиссии. Однако здесь следует учесть внимание, что не только этот механизм следует конструктивно привести в соответствие с законодательством, или он уже сейчас находится в соответствии с законодательством. Здесь также следует учитывать непрозрачность вообще системы закупа крупными национальными компаниями. Вот через систему знаку по крупными национальными компаниями, где объединяются лоты и формируются по всей республике, мы видим то, что выигрывают именно те, кто, условно говоря, хорошо закреплен в Астане. Или в Носултане, как сейчас говорит. Можно было бы использовать механизм публичных слушаний, то есть организовать публичное слушание прям по каждому отдельному кейсу, то есть в частности, если речь идет о передаче... Ну пока я смотрю, за телекоммуникационный сектор активно взялись, у нас получается вот передача. По телекоммуникационному сектору, допустим, рассмотреть конкретные кейсы, то есть собрать именно на эти публичные слушатели слушание именно экспертов этой отрасли, допустим, отраслевиков, ученых, представителей государственных организаций, регуляторов, допустим, и провести только публичное слушание. Так, что нам пишут? Смотрите, значит, все стратегические объекты должны быть в руках государства. Раз, мнение телезрителя. Спасибо, что вы с нами в WhatsApp. Напоминаю, если даже я не смогу прочитать, не успею, я попробую вам ответить, когда буду вне эфира. Это, конечно, хорошо на сегодня вообще, но почувствую изменения в лучшие стороны. Нужны конкретные улучшения гражданам, зарплаты, пенсии. Так, это немножко другая тема. Ну, в принципе, расформирование нацхолдингов нужно. Давайте это обсудим. Раз мы говорим о демонополизации, почему бы нам не поговорить о нацхолдингах? Я вижу, да, господин Нуртазин улыбается интересно. Что вы скажете на это? Нравится вам такая идея? Вы знаете, только недавно мы обсуждали вопрос по раздаче акций национального холдинга всему населению Казахстана, разумеется, не на платной основе, а в рамках безусловной раздачи акций, дабы была причастность каждого гражданина к национальному холдингу. Возможно, не всего нацхолдинга, но 50% минус одна акция. И здесь хотелось бы отметить, что в действительности резкая демонополизация всего нацхолдинга, наверное, на сегодняшний день будет неэффективна. Здесь, скорее всего, именно раздача акций тех компаний, крупных компаний, которые непосредственно являются естественными монополиями. Например, тот же Казмунайгаз, тот же Казахтемиржол, и повышение, безусловно, Казатомпром, и повышение, безусловно, прозрачности этих компаний. Возможно, даже через какой-то слепой фонд, скажем так, в том числе под совместным управлением не только правительства Республики Казахстан, но и международных и национальных экспертов. Да, пожалуйста, пожалуйста. Я сам просто участвовал в создании нацхолдинга Саморук Казна, я сам тоже работал в холдинге Саморук Казна в первом составе. Спасибо, что признали. Да, и теперь я хочу сказать, выразить свою точку зрения касательно расформирования. Вообще, мне кажется, расформировать необязательно, потому что, смотрите, изначально идея в чем состояла. Как раз вот нацхолдинг создавался для того, чтобы навести порядок в этих нацкомпаниях. Там вообще на момент создания нацхолдинга в этих нацкомпаниях там были большие убытки. Работа была неэффективной, допустим, непрозрачной, непонятной системы контроля, допустим, потому что госорганы, которые ответственны за управление этими госпакетами акций, допустим, они не справлялись с этой функцией. И, в принципе, по опыту тех же зарубежных стран, этим занимаются нацхолдинги. И я бы хотел сказать, что вот первый состав нацхолдинга на первый момент как раз он и смог обеспечить кое-какие меры по наведению порядка, по обеспечению прозрачности. Здесь нацхолдинг, мне кажется, нужно поменять сам механизм. То есть деятельность нацхолдинга нужно сделать максимально прозрачной, чтобы действительно общество активно участвовало в управлении нацхолдингами. А то в последнее время как случилось? То есть создали, вот помимо совета директоров, создали еще совет по управлению нацхолдингом, допустим, какой-то непонятной структуры. Честно говоря, я сам удивился. Вот это последние 5-6 лет. Непонятно, зачем его создавали. Потом деятельность нацхолдинга в последние 5-6 лет стала максимально закрытой, непрозрачной. И вот из-за этого всего возникли куча вопросов. Мне кажется, поэтому здесь самый основной вопрос это сделать деятельность нацхолдингов максимально прозрачной. Да, господин Норданин, пожалуйста, есть что добавить? Вы знаете, все-таки нацхолдинг это фонд национального благосостояния. Он задумывался не только как инструмент, который позволит создать прозрачность, но также тот инструмент, который повысит благосостояние через технический, технологический прорыв для нашей страны. На сегодняшний день, за все время существования нацхолдинга, можно сказать уверенно, что те концептуальные изменения, которые в него закладывались, осуществлены не было. Таким образом, мы не получили ни передовых технологий, мы не получили ни системы сбыта, ни элементы базы по ряду целых секторов экономики. Причем те секторы экономики, например, которые были непосредственно и сильно связаны с нашим национальным холдингом. К примеру, это нефтегазовая сфера, в ней практически отсутствует нефтехимия, и даже та объединенная химическая компания на сегодняшний день не в полной мере справляется с нефтехимией. Если обратиться опять-таки к международным практикам, компания Shell привиентирует до 60% своей маржинальной прибыли, получает именно с химией нефти. Таким образом, мы не создаем в национальном холдинге эффективные инструменты не то чтобы приумножения капитала, но удержания капитала. Соответственно, возникают те вопросы, которые недавно буквально глава государства поставил перед руководством самого Казана. Да, коллеги, мы заканчиваем наш эфир. Давайте все-таки коротко, чтобы у телезрителей была полная картина, подведем небольшой итог. Демонополизация экономики с точки зрения возврата необоснованно приватизированных ранее активов. Насколько она выгодна и что она даст нашей экономике в будущем? В среднесрочной перспективе. Космин Саркеев, пожалуйста. Демонополизация экономики в том виде, в котором она реализуется, то есть провозглашается, она правильная. То есть идея правильная в том, что именно возврат необоснованно приватизированных объектов. Но теперь главное, как говорится, дьявол кроется в деталях. То есть нужно предусмотреть именно механизмы. Еще раз, мое мнение, что механизмы именно с вовлечением общественных организаций, допустим. То есть чтобы обратный возврат проходил с участием общественных организаций. Никаких вопросов не было. Никаких вопросов не было. И сделать этот процесс максимально прозрачным. Да, если можно, по поводу эффекта, господин Рутазин, что вы думаете? Что ждет наша экономика с учетом того, что вот, например, почти 30% акций казахтелекома мы получили. Отлично, это же дивиденды, это же огромная часть, собственно, кстати, монополиста, которые также хотят немножечко раскулачить, назовем это так, вывести с него одну компанию сотового оператора, например, или создать еще одну. Что мы получим в итоге? Вот так давайте. В сухом остатке. Если говорить про, здесь нужно разделять вообще демонополизацию и возврат незаконной приватизации. Если говорить про возврат незаконной приватизации, то, разумеется, это приветствуется, так как это повышает поступление денежных средств государства. Это в среднесрочной перспективе и в каткосрочной перспективе это имеет очень огромный положительный эффект для страны в целом. В части демонополизации хотелось бы здесь определиться не просто на каких-то базовых примерах, холдингов, компаний и так далее и тому подобное. Здесь хотелось бы определиться именно в части регулирования всей системы в целом. То есть это регулирование по налоговым выплатам, регулирование по системе налогообложения. То есть опять-таки перейти от точечных мер, которые сейчас принимает наше руководство страны, к системным мерам. В том числе в части уплаты КПН регионами и в части перераспределения бюджетных средств и введения бюджетных правил. А также в торговле регулировать цепь послодников с процентовкой доходов по марже, то есть как-то так, внутри регионов. Ну что ж, спасибо большое. Время у нас вышло. Я благодарю вас за это интервью. Будем ждать результатов. Я надеюсь, вот возврат акций и в целом демонополизация, возврат акций Казахстей Лекомы, демонополизация отдельных сфер нашей экономики. Что мы уже видим? Отдельные предприятия возвращаются, где-то там решаются проблемы последнего километра по ЖД путям, кстати. Все это принесет хороший импульс и хорошие доходы в целом нашим гражданам. И экономический, конечно, импульс. Спасибо за внимание. Это была программа «Время говорить». Смотрите нас каждый будний день в одно и то же время. До свидания.